Добрый день, уважаемые друзья! Вашему вниманию предлагается лекция на тему гигиена как наука и область практической деятельности врача. Название гигиены происходит от греческого слова «гигиенос» – целебное, содействующее здоровью и связано с именем богини здоровья гигиени. В дочери легендарного врача с лапом греки изображали гигею в виде молодой цветущей женщины в тунике с чашей в руке и нависающей над ней змеей. По преданию, чаша содержится напиток жизни, а в нем ядовитое начало болезни и страдания, которые могут погубить людей. Ползущая по руке гигия змея, олицетворяющая мудрость, собирается выпить содержимое чаши и обезвредить ядовитое начало. Симул того, что только с помощью науки, учения мудрости, можно избавиться от болезней. На статуях гигии обычно писались и молитвы, обращенные к ней. «Ты наиболее высокочтимая из всех набожительниц, богиня здоровья. Помоги мне с твоей помощью закончить земную нить своей жизни. Будь ко мне благосклонна впредь и будь моей помощницей в доме. Никогда не было бы счастья, если бы ты не оказывала на то свое благоволение». Гигиена – это наука о здоровье людей. Как я уже сказал, термин «гигиена» означает «цветущим здоровьем». Термин «санитария» происходит от латинского слова «sanitas» – «здоровье». Им обозначают практическую часть гигиены. Как вы знаете, изначально издревле медицина разделилась на два направления. На данном слайде представлена концептуальная схема структуры медицины и гигиены по Николаю Федоровичу Кошелеву. Профилактическое направление представлено целым рядом дисциплин профилактического профиля, которые включают общую гигиену, коммунальную гигиену, гигиену труда. И, как вы видите, много других самостоятельных гигиенических дисциплин, которые составляют основу профилактической работы врача. И вторая половина, которая справа представлена – лечебным направлением медицины. Все клинические дисциплины, которые вы будете изучать, они главным образом направлены на диагностику и лечение заболеваний. В фундаменте данной концептальной схемы лежат точные, фундаментальные науки. Это прежде всего нормальная патологическая физиология, нормальная патологическая анатомия, гистология, эмбриология, общая биология, экология, биохимия, биофизика. И, конечно же, точные науки – физика, химия, математика. В фундаментальном плане, конечно, и занимает главное место философия, как наука о методах познания реальной действительности. Основные теоретические дисциплины профилактической медицины в учебном плане предусмотрены целым рядом дисциплин, которые составляют основу профилактической медицины. Это общественное здоровье, здравоохранение, гигиена и эпидемиология. Согласно ВАГ-паспорту специальности гигиена, гигиена – это медицинская наука, изучающая влияние факторов окружающей среды и производственной деятельности на здоровье человека, его рабоспособность, продолжительность жизни, разрабатывающие нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населенных мест, условия жизни и деятельности людей. Есть и другие определения гигиены, в частности, представленные профессором Жолусом в учебнике Санкт-Петербургской академии военно-медицинской, где гигиена трактуется как наука о здоровье человека, которые иногда определяют как науку о факторах внешней среды и их влиянии на организм человека. Гигиену можно определить как комплекс медицинских и профилактических научных дисциплин, имеющих целью сохранения и укрепления здоровья людей методом предупреждения болезней и преждевременного старения организма. Академик Гончарук давал следующее определение гигиены. Гигиена – это наука, которая изучает закономерности влияния как положительных, так и отрицательных факторов внешней и окружающей среды на здоровье людей, а также физиологической, бытовой и производственной деятельности людей на внешнюю и окружающую среду. Мы должны понимать, что любая наука может претендовать на роль самостоятельной, если она обладает атрибутивными признаками. Для гигиены такими признаками являются объект интереса или исследование, предмет интереса или исследование в объекте, и, конечно же, цель исследования и метод достижения этой цели. Таким образом, в самом общем виде гигиену можно определить как науку о здоровье людей, его сохранении, укреплении и упремножении методом популяции. Объектом исследования гигиены, как я уже сказал, является здоровый человек или популяция и факторы внешней среды. Предметом исследования здоровья здорового человека популяции и закономерности влияния на него элементов, факторов внешней среды. Целью гигиены является сохранение, укрепление и примножение здоровья человека популяции. Методом достижения цели – профилактика болезни и преждевременного изнашивания организма. Таким образом, мы должны понимать, что основная цель гигиены – изучить, установить закономерности взаимодействия факторов природной и социальной среды организма, исследовать причинно-следственные связи в системе внешней среды и здоровья человека, и, конечно же, сформулировать основные мероприятия по предупреждению заболеваний и на продлению активного долголетия. В этом и главная суть гигиены, как науки и предмета изучения – научить студентов гигиенической диагностики. Гигиеническая диагностика определяется как способ мышления и действий, направленных на установление причинно-следственных связей между факторами окружающей среды и здоровьем человека. Не случайно великий Павлов Иван Петрович, физиолог, лауреат Нобелевской премии, говорил о том, что только познав причины болезней, медицина настоящего превращается в медицину будущего, то есть гигиену в широком смысле этого слова. По происхождению факторы внешней среды, которые необходимо определить как факторы риска неблагоприятного воздействия на организм человека, делятся на природные, производственные и бытовые. Методы исследования гигиены, как самостоятельной науки, включают в себя метод гигиенического обследования объекта, метод гигиенического наблюдения, инструментально-лабораторный метод, санитарно-статистический метод и экспериментальный метод. По своей природе факторы внешней среды делятся на физические, куда относят климат, микроклимат помещений, атмосферное электричество, шум, вибрацию, ионизирующее, ионизирующее излучение. Химический состав атмосферного воздуха, жилых и служебных помещений, биологические факторы внешней среды, это микроорганизмы, растения, грибы, насекомые, животные, продукты их жизнедеятельности. Ну и, наконец, социальные бытовые условия размещения, отдыха людей, питание и водоснабжение. Именно по этой причине гигиена разделилась или дифференцировалась на целый ряд направлений, которые сейчас имеют статус самостоятельных гигиенических дисциплин. Это то, эти разделы гигиены, которые вам предстоит изучить в курсе общей гигиены. Гигиена труда, гигиена питания, военная гигиена, коммунальная гигиена, гигиена детей и подростков, и многие другие. Несомненно, когда мы говорим о гигиене как науке, мы должны понимать, что эта наука не только прикладная, но и фундаментальная, поскольку она сформулировала свои законы. На сегодняшний день одним из основных гигиенических законов является то, что любое нарушение здоровья человека, вызванное физическими, химическими, логическими или социальными бытовыми факторами, может возникнуть только при наличии трех условий. Источника вредности, опасности среды, механизма его передачи и восприимчивости организма. Этот закон очень хорошо иллюстрируется на примере последней пандемии COVID-19. Мы понимаем, что вирус как фактор этиологический, который привел к развитию этой эпидемии, он был и раньше, но сыграло свою роль в формировании этой ситуации. Конечно, и другие условия. Прежде всего, как я уже сказал, это его механизм передачи и восприимчивость самого организма. Именно на эти три условия были направлены все мероприятия по борьбе с этой эпидемией. Мы решали проблему ограничений проведения мероприятий, связанных с невозможностью передачи этого вируса. И, конечно же, мероприятия направлены на повышение невосприимчивости организма, в том числе с использованием вакцинации. Второй закон гигиены гласит, что негативное экологическое влияние на окружающую среду человеческой деятельности происходит независимо от его воли и сознания. Без учета соответствующих санитарно-гигиенческих требований происходит прогрессивное загрязнение окружающей среды и биосферы в целом. Что и наблюдаем мы в последние десятилетия ввиду нашей деятельности человечества. Третий закон гласит о том, что отрицательное влияние на окружающую среду неизбежно при всякого рода экстремальных природных появлениях. Прежде всего, луканической деятельности, геохимических аномалий, вспышки на солнце, землетрясения, циклонической и антициклонической деятельности. Хорошо, этот закон иллюстрируется ситуацией экогигенической на территориях бедных биомикроэлементами. Как вы знаете, территория Белорусского Полесия бедна очень важным биомикроэлементам, йодам, которые могут приводить к развитию эндемического зооплода. Именно по этой, зная и понимая этот закон, в Республике Беларусь была реализована государственная программа по ликвидации йододефицита, которая была успешно реализована благодаря реализированию поваренной соли. Таким образом, мы решили главную проблему профилактики эндемического зоба и целого ряда других заболеваний, связанных с нарушением. Четвертый закон устанавливает положительное влияние на окружающую среду, самого общества. И соблюдение при внедрении экологически чистых технологий, это способствует приумножению условий, которые получают качество жизни. Это очень важный закон, который гарантирует нас от дальнейшем существования нашей планеты. Пятый закон характеризует официальное воздействие загрязненной среды на здоровье человека, действие которого находится в определенной зависимости от конкретного проявления требований второго и третьего законов. Как примером действия этого закона, можно говорить о, прежде всего, сочетании таких вредных факторов, о которых я уже говорил, эндемии, йодной эндемии для определенных районов и последствий аварии на Чернобыльской станции атомной. Когда мы столкнулись с проблемой поражения щитовидной железы в условиях ее объединения этим важным микроэлементом, что привело к высокой заболеваемости раком щитовидной железы. Другим примером проявления закона отрезательного издействия загрязненной среды на здоровье человека может служить последствия загрязнения пестицидами, которые широко использовались в целях борьбы за урожай. Только в течение последних 50 лет в Республике Беларусь было использовано свыше 300 номинований пестицидов, которые, к сожалению, обладая высокой токсичностью и долгим периодом распада, нейтрализации, привела к накоплению этого серьезного канцерогена, который может привести в конечном итоге к определенной патологии. Ну и, наконец, шестой закон – это закон положительного влияния природной среды на здоровье человека, который необходимо не ограничивать, а только усиливать, используя реформирующие факторы окружающей среды. Экологически чистую и доброкачественную пищу, питьевую воду, атмосферный воздух, естественную инсоляцию, ультрафиолетовое исключение солнца и так далее. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.